Боже, слава Тебя! Благодарим Тебя, Христе, Боже наш! Яко насытилась и на земле Твоих благ, и решилась у Небесного Твоего Царствия. Яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир, да и я им приди к нам, и спаси нас. Аминь. Слава Отцу и Сыну, и Святому Богу! И ныне и пресно, и в обительниках. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Благослови брата Игоря в пути и всех путешествующих, направляющихся к нам и от нас. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Богу! Аминь. 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 Стойте пока на месте, чтобы поблагодарить. Какие варианты могут быть? Почему они не приехали? У меня, я знаю, какие случаи бывают, они послали мне номер билета. Я подумал, у меня зачем этот номер билета? Этого никто не говорит, я взял билет. Мне номер билета, зачем? Он у меня так и стоит в интернете. Я никуда не уничтожил его. То есть, меня убедить, что непременно мы едем. Я никогда еще не получал от людей номер билета, там написано подробно, и там, ну, за границей, из Канады. Меня это сразу как бы побудело к размышлению. Почему? Не подъехали именем, кто-то вошел в мой мир. И тот человек, еще не знаю, сегодня это легко делается. От моего имени тоже рассылки всякие были. Это первый вариант. Я им ответил. Дальше они спрашивали о длине юбки. Какая? Не знаю, я сейчас проверю еще раз. И посмотрю, была у нас переписка до этого или нет. Если была переписка, то значит это не подделка. А если это новая страница, ни фотографии, ничего нету, королевую. Потому что за нами сидят, и некоторые, ну, вот такое делают пакость. У меня это было уже. Другой вариант. Никакого обмана нету. Они получили задержку на месте. Какая? Мария, то есть жена, ну и мать, сказать теперь, и Горьки сломала руку. Где? Если там, то со сломанной рукой она просто не решилась ехать. Переживательно ее. Это такой вариант. Но они должны были дать отбой. А отбоя нет. То есть еще одно настораживает. Телефоны все у них есть. Телефонов, наверное, 12 я им дал наших братьев и сестер. То есть отбой нет. Это настораживает в том смысле, что это подделка. Не они. Никто к нам не собирался приехать. Но посмотреть, как мы реагируем. То есть нету где работать, взламывать. Заходят, есть такое. В Москве, я считал, прилетает один и какие-то у него дела. Его встречают где-то. А встречают другие, а он их не знает. Только он вышел, они говорят, а это вы, то-то, да-то. А он вот сцепил. Хозяин сам не смог. Он говорит, да за мной должен ты заехать. Да нет, а то он нас послал. Как только машину снял, заклопалось все, он заложник. Теперь они стали с него требовать деньги. Из Америки, там другое нет. И люди собирают, его мучают, то палец отрубают, то показывают. Такое. Есть ли у них, у самих Королевых, кто-то в Москве? Они никогда не говорили об этом. Точный билет, во сколько прилетает, это легко было узнать. Пойди в аэропорт или позвони и прочее. То есть никто и не собирался. Телефонного разговора не было. А почему было не позвонить? До этого было, в прошлом году, они звонили. Я когда сказал, что у нас телефоны все есть, что хотел? Я с Сергеем разговаривал. Отец звонил как раз Сергею. Кто звонил? Отец. Сегодня? Я не знаю, когда звонил, вчера или сегодня. И он сказал, что у его жены что-то там зуб разболелся. Это я слышал, что если лечат ли Барнаули. Да, да, да. Барнаули, я как знаю, по отзывам. Это медицина на очень высоком уровне. Знаменитые врачи, там онкологи и прочее. В Барнаули. Больницы такие, современное оборудование, патологоанатомы, там проще все. Так что, а то на Барнаулою думать не надо, что плохо. Почему они звонка не дают? Опять же, если это поддельно, сразу обнаружится. Потому и не дают. Что же будет он вылазить-то? То есть, я уже склоняться начинаю к тому, что никто к нам и не собирался. А это они, другие просто вломились. Вот я сейчас посмотрю, пойду, включу. И посмотрю, если это новая страничка, а там-то у нас переписка была. Но в чужую страничку и все с его себе взять, это не знаю, делается так или нет. Хотя, кому-то деньги судьи отдадут, все есть. Но зачем это? В первую очередь, зачем? То есть, что нам нервы потрепать, а что нервы нету и нету? Мы не знаем. У нас, допустим, допрашивают сейчас из Канады. А вы таких-то знаете, да, они были, да. Отец приезжал в прошлом году, привез, улетел, а потом опять прилетел за сыном. В отношения он не писал. Ну, а тем более мы все выставляем, говорим. Если нет, другие, они это все знают. Вот у меня идет тема, там сейчас 550, такой-то номер. События дня. Ко мне входят Колесниковы, Николай и Анна. И говорят, мы все время смотрим вас. Ну, дети нам настроили, а мы не можем еще, только готовы. Вы сделаете так, чтобы были события дня. На каждый день, нам это очень интересно. А потом мне говорят, это не другие написали, никаких Колесниковых нету. Чего вы такие доверчивые-то? Я говорю, ну давайте исходим из того. А они толкнули на события дня. А у меня событий столько, что у меня в архиве переполнено все. Если бы те разы я давал, люди получали бы прекрасный материал. А теперь говорю, некоторые мы каждый день только ждем. Но всех подделать нельзя. Ведь тем более по скайпу мы говорим, и они говорят. Даже недруги. Недруги толкнули, ну и что? Ведь Сына Божия, это на землю сойти, воплотиться, если уже так глубоко, брать дальше-то, побудил-то недруг. Потому что сначала согрешили. Любовь Божия здесь вступает в действие. Если бы змея не прельстил Еву, вот да, еще дальше-то взять-то. В конечном итоге-то согрешение человека и побудило сойти Сына Божия. Да, Божия жизнь вечная. Акриима 6.23. И мы бы, если бы не было согрешения, не было бы покатись, обратитесь, загладитесь в грехи. Не было бы. Приблизиться, не было это. Но уже жил один Адам. Ну не один, даже селый. Приструнил бы ее. Ну приструнил, там доказал. Змей ползел, да я бы ему полну поленом и все. И этот Ульянов-то скрылся бы в мавзолею, больше его не смущал. Ну, жизнь-то пошла вот такими. Канди-Бограмм, как говорили. Поэтому 550 роликов, сообщений я дам, ну как, если буквально верить, недругам. Одни выходят, а я против, чтобы записывать. Не против, против. Ага, а зачем он тогда? Да я хотел поехать, мы двое с товарищем. Я ничего не знаю, нет, я отказал. Больше вы не заходите, не просите. На меня выходит мой близкий друг, друг называю его, Сергей Козлов, парализованного, слава Божию. И он говорит, еще так не поняли кто, нет. Да это гомики на вас вышли. Два садомита. И они, ну что им тут надо было, нет. Мы на этом и закончим остановим. А я поверил, то есть у меня прозрительность на человека, когда я о нем ничего не думаю, никакой нет. Я просто, меня в этом не надо упрекать. Я его не допускаю издалека, но познакомились когда-то, да. Ну бывает приехал. Приехал и там работать не хочет. Ну собрали, в 3-4 дня, в прошлом году был один такой приезжал. Все документы в руки ему, когда автобуса на остановке, Виктор Николаевич подделал его и угроз. Вот такое дело. Так что мы молимся о них. Его звать Константин, а она море, сырье Егор. И спросили у него там пианино, там если играть где. Я все принял как есть. Вообще вроде будут подозревать. От нас ни денег не просят, ни ничего. Просто нет. У меня связи с заграницей есть. С Испанией, с Италией, с Францией, с Германией, с Америкой, с Австралией. И они ничего не говоря, не предупреждают, присылают то деньги, то посылку. Ну, у меня посылка я даже не распечатываю, я отдаю. Обычно я беру с собой человека на почту и там расписываюсь. Он сразу берет, я даже не распечатываю. Мне не надо ничего. А деньги, деньги, бывает где-то как-то. Доходят деньги эти. Но они ко мне-то не попадают. Я с кем-то даже иду на поиск в банк. И он берет это прямо из паспорта, потому что моего отпечатка пальца даже на деньги от меня тут. Мне не надо ничего. Бог их помиловал, спас. А могли ли быть препятствия там? Не знаю. Но вот когда мы готовились в Великобританию, там было движение. Там все правосонное. И было сделано все, чтобы я туда не попал. Там какой-то конгресс или где-то, чтобы я выступил. Меня приглашали выступить специально. Международный конгресс был в Лозанне. Это, кажется, в Лексимбурге или Франции. Где-то там. Еще годы-то советские были. И почему-то от Советского Союза представителем было здесь бронья. Я пошел оформлять документы. Все положено. Сейчас, как сейчас помню, за меня заплатили 1852 доллара. Цена указана. Все оформлять. И вдруг раз, ничего, меня не выпустили. А когда там конференция отошла, конгресс международный показывали страны, там, вот, Франция, Япония. И вдруг доходит Советский Союз. Моя фамилия и пустое. Никого нету. Это мне сообщили. А почему? Я теперь рассматриваю это все и вижу, это милость Божия. Одним осудом. Молиться нельзя. Мне всегда дали бы слово, я бы не говорил, как им нравится. И поэтому я бы мог оттуда не уехать. Просто посыпали, отравили. И хорошо, что меня не пустили. Вот у меня было не один раз в разные страны приглашения, оформлено. Я иду в трап, в самолет. Топ, подходит по гранищам. Так, извините, но ваш билет. Я говорю, он билет, билет. Я говорю, почему нет? Ну, принято решение, пока вас задержать нужно. Идем, он дорогой спрашивает, зеленая погода, там, это пограничник. А чем вы отличаетесь от русской православной церкви? По гранищу, пока, по ему делу, да, русская православная церковь, там, за рубежом. Я говорю, мы еще не отличаемся. У нас одно, а Лера. Те оказались за границей. И, по милости Божией, в их среде, как считается, не было КГВ-шинка. Ну, вот, ожидайте звонка. Я в Москве живу, там, дня четыре, звонок. Приезжайте, получайте билет, все. Я говорю, пропадут деньги, пропадут деньги. У меня это было. Павел здесь, я еду, он начинает задерживать, не знает. Берет вот так вот, к ней паспорт открывает, а там уголочек загнулся на миллиметр примерно. Или он сам загнул его. Да разве так, с документами обращаются, он у меня с аллофанщики лежит и проще так. И изымает. Изымает и не выпускает. А там люди встречают, вышли. Нет, никаких объяснений не было. То есть, меня задерживали неоднократно. Опасались. Однажды я иду по перрону, ко мне подходит человек, Черников Александр Тихонович, журналист. В книге «Для слова Божия нет ус». Ему, кажется, три статьи между, кажется, колоссиев и звезд. Как мы боремся в лагере. Все вспоминаем. Мер шоурави, то есть русские плененые. Ну, хорошие статьи. А тут встречаются и говорят. Игнатий Тихонович, у меня заказана статья на вас заказанная. Я говорю, а кто заказал? Свобода радио английская. Международная масонская организация. Заказы. Ты говоришь, какой? Ну, конечно, отрицательные. По всей вероятности, его заплатили. Я говорю, и что? Не пишется статья, не могу написать. Такой опытный журналист. Так подробно писал. Когда ребятишек. И слова Божия нет ус. Откройте, там увидите. Не могу написать. Я говорю, зачем тебе это надо? Ну, им это надо. Ну, пусть они и... Какое отношение ко мне это имеет? Они... То, что какое я есть, об этом писать не могут. Они должны придумывать. А придумать это уже не обо мне. Они в это время там, совет журналистов, решили меня выбегать. Депутаты пришли ко мне на дому. Сейчас это будет. Я говорю, меня депутаты. А я накануне вижу сон. Как будто бы я где-то лежу. Чуть лень. Высоко-высоко. Глянул вниз, а там койка пустая. Одни пружины и нету. Я так высоко залез. И говорю, зачем мне нервы туда там? Это депутаты. Я потихоньку спустился. Я говорю, нет. Там ему разбиться можно. Я туда не полезу. Я сон ему рассказываю. Ну, так и осталось. То есть это событие у меня накладывается на то, что делают они вокруг сейчас. Вот приехал даже начальник уголовного розыска в субботу. Хорошее отношение. Хорошее просто. Ни одного слова он еще не сказал. Ну, и затем же он приехал, чтобы со мной поздороваться поручили. Ну, узнать что-то. И главное заинтересовался, что там купаются. Это озеро новое сделали вы. То есть они могут из этого что-то высосать. Воды. Ну, не знаю. И участковый спокойно, вдруг 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 подважно подойдет. Я не вижу в этом никакого подвоха. Просто ему нужно ответить. Если еще случится, скажите, я был, все было в порядке. Он же тоже при должности. Зачем я буду подозревать? Платькова полиция мне не сделала. Они вчера, не позавчера, не в прошлом году. Да, были, дежурили они, были, но не гонялись, не хватали. Мы сами покинули лагерь и закрыли его. Нас не били, не ссылали. Ну, ничего этого не было. И поэтому, зачем мне его ругать? Не будут. Поэтому мы сейчас еще раз помолимся и королю, и дяди дома, и горка там, отец Константин, и море родители. Чтобы Бог сохранил их. Могли там уже кто-то помешать этой встрече, у нас меня тут задерживают, сколько есть. А тут меня задерживать не надо, я сижу. Задержать их, чтобы не было. Зачем вам это надо? Ну, это так шатко, как белыми нитками шито, то, что я говорил. Все может не так быть. А как может быть? А может быть, что-то там с телефоном утеряно, не могут позвонить, но кого-то бы взяли, может, потеряли адрес. То есть, это уже человеческий фактор, как говорят. Такое может быть. Но они видят наши ролики, то есть все есть. И как на пруду мы работаем, а через неделю запоздание, но они все выставляются. Я благодарен Богу. Ну, вообще-то, поели, поработали, упали, сходили в баню, закрыли, пили. Может, еще нету? Нет, нету. Ну, как можно сказать? У меня нет за чем убивать. Отстаньте от меня. Благодарим Тебя, наш Господь. И благослови Константина, Мария, Егора, и всей семьи. Если какая опасность угрожает им, помоги, помоги. Основи руку недругов, убийц, желающих сотворить им пакости. Ты нас хранишь дивно. Слава Тебе за этих детей, друзей. Исправь нас. Уцеломудриво спасение. Пошли все потребное для всей жизни, для будущей, которое мы уже получили в обилии. Слава Тебя, Отечественное, и Спаси Христос. Спасибо, Христос.